Всем слушателям! Сегодня суббота и мы продолжаем наш цикл, посвященный десяти заповедям Моисея. И сегодня у нас на очереди седьмая заповедь «Не прелюбуй сотвори», то есть не прелюбодействуй. Она касается целомудрия ближнего, равно как и свое, и душевное, и телесное целомудрие, поскольку здесь две стороны. И духовное здоровье, то есть строй мыслей и дела, соответственно. Известно, что если человек целомудренный, то он ближе к ангелам. У него ни чистоты нет, ни духовной, ни телесной, и грехи не пристают к нему, так как вот к людям, которые страдают этим грехом. Ну вот зачастую мы, ну я про себя, это я по своей грехе, у вас-то нет грехов, конечно. Но все равно надо знать, и здесь материал огромный. Вот опять же эту книгу берем, около двухсот страниц мы должны сейчас ее просмотреть. Ну, конечно, пройдемся по заголовкам, иначе это очень долгое время займет. Вот сердечный помысл, то есть весь блуд, он рождается в сердце. И блудные помыслы или представления. Ну, здесь, что здесь, они, откуда возникают-то эти помыслы-то? Они возникают с детства. Мы смотрим разные передачи, мультики сомнительного содержания, слушаем передачи, смотрим фильмы, где касаются вопроса блуда и так далее, прелюбодеяния. У большинства спектаклей, телепередач, сериалов и так далее связаны, в основном замешана интрига на этом блуде, на телесном грехе. Поэтому это как бы пропагандируется нам, вот, министерство культуры. Другого ничего оно придумать не может. И вот эти помыслы, бывает, что они представлены, то есть внутри бывает, а бывает, как снаружи, так и изнутри, как воспоминания прошлых падений. Но человек согрешил блудом, то он вспоминает об этом, и у него... Здесь надо вспомнить вот нашу лекцию, которая касается, называется «Изделие человек. Инструкции по применению». Такая есть здесь ролик у нас. И здесь показывает Нил Сорский нам, в 15 веке он жил, показывает, как осуществляется вот механизм вот этого вот увлечения страстью блудной. Ну и как и другими страстями. Сначала появляется помысл, потом человек складывается с этим помыслом, то есть он его удерживает в голове от себя, не переключается на другую, на полезную мысль. Удержание, потом пленение, то есть он уже даже как мысль навязчивая идёт, как вот песенка попадёт, она или там стишок в голове крутится, бывает по полдня. Также вот эти мысли блудные, они прилипчивые. Это уже называется пленение. И потом, значит, помысл, прилог, мы приложились, потом пленение идёт. То есть мы захвачены полностью до реализации вот этой своей блудной мечты. А потом уже идёт страсть. И здесь уже человек становится как зомби вот этой страсти. И он сам себе уже не принадлежит, а исполняет волю нечистого духа, который в него в этот момент заселяется. Вот это блудные помыслы, к чему они ведут. Или представления. Также картины вот эти все. Ну а у нас способствует, у нас же в музеях-то полно картин с блудным содержанием. Обнажённые тела у нас это культ фантазии. Вот это, от этого, собственно, и начинается. А дальше что? Похотный взгляд на другой пол и пристрастие к красивым лицам. Ну вот мы выделяем вот красивые лица, там всё такое прочее. И мы уже в голове их прокручиваем. И вот представляем себе, как бы мы вот с этими лицами соединялись. Чтение книг, описывающих страстную любовь. Ну это у нас полные библиотеки такими романами любовными. И, кстати, сериалы все основаны на этом. Телевизионные сериалы. И в интернете полно у нас этих... Ну я уже про порнографию не беру, там, это с полушняком. И молодёжь заражается этим. Сладостные разговоры или слушание таких разговоров. Ну, тоже включаемся в интернет. И всё это мы видим, если нету родительского контроля. Скверная брань и слушание её. Матерная брань. Вот это относится к унижению женского пола. Как бы унижаешь свою мать, и эта брань у нас повсеместна. Особенно в силовых структурах. Несмотря на то, что вот вышел закон запрещающий, ну фактически мы видим, как слышим, как все идут на улицы, даже школьники между собой разговаривают только на этом матерном языке. Вот сдабривая свою речь вот этими словами-паразитами. А отсюда рожается унижение женского пола, закомплексованность и женский пол уже падает в глазах. Сам по себе вот этот вот сквернословий, его изжить очень тяжело. Вот хотя закон вышел, но не вышло средство, как его избежать. Допустим, если вышел закон о запрете табака, мы уже не курим там в общественных, уже запрещено. То на чужой роток не накинешь платок, как народные пословицы говорят. Поэтому запретить, а отловить каждого сквернословищего и охватить его штрафом за каждое сказанное матерное слово, это невозможно. В этом отношении легче вот на Кавказской республике. Там это считается очень обидным. И если ты там будешь такие речи вести, то тебя даже могут и зарезать. И может быть даже в какой-то степени справедливо. Здесь не допускается это и преследуется. Песни, выражающие любовь к другому полу. Тоже разжигает, возбуждает человека, особенно молодежь. Ну и стариков, кстати, старики тоже падки у нас сейчас. Старички те еще. Вот у нас есть старички, допустим, артисты вот они. Они все же развратные внутри-то. Вот он, табаков, допустим. Вот он кругом там обласканный, пользуется популярностью. Сколько раз он женат? Сколько раз он-то у него любовница там этих? Среди артистов, среди вот деятелей театров, кино и так далее. Это сплошь блуд, разврат и все связанное с этим. Бесстыдные танцы и пляски, бытность при них равна, как и на бесстыдных зрелищах. Ну вот это какие зрелища, какие танцы. Ну они кругом эти танцы. Вот балет взять там. В чем они танцуют? Кстати, Лев Толстой, он балет очень не уважал. Балет и оперу вообще он не признавал. И, кстати говоря, там в основном и труд около балетов. Так кто? Сексуально озабоченные люди. Человек выбирает там среди них себе любовницы, высокопоставленные депутаты, там это все такое прочее. Дальше что? Переписка о любви. Или списывание в том же духе стихов. Ну там можно переписка здесь в интернете. И мы знаем, что к чему она это приводит. Вот взять вот Варвару-то, вот эту Караулову. До чего ее довела переписка? До того, что ее завербовали в этот ИГИЛ, и она туда уехала, ее чудом перехватили, задержали. И сейчас она вот раскаивается в этом сама. Как это она попалась на такую зомбировку? А под видом любви все это любовные письма и так далее. Оказалось, что это попала она к черту, к дьяволу в руки. Свободное или короткое обращение с лицами другого пола. Ну это бывает на производстве часто начинается. Там начальники с подчиненными своими девушками, они общаются довольно свободно, а потом получается, что там получается. Неизвестно что. Один сплошной адюльтер, как говорится. Желание нравится, чтобы привести с собой другой пол. Ну это так, артистки без этого, фотомодели. Из детских возрастов, они еще маленькие, а их уже заставляет, особенно вот в Америке такие зрелища. Конкурс красоты для 4-летних, 5-летних детей, девочек. Конкурс красоты. И там их показывают. И считают, что это хорошо. Чрезмерное угодливость женскому полу. Или так называемое ухаживание. Ну бывают такие вот прям они. Подкаблучники готовы все... Четыре сталинских премии дать артистке балета, чтобы с ней переспать. Некоторые артистки балета, четыре же были лауреаты сталинской премии. Но известно за что. И через какой предмет мебели. Возложение на себя одежды чужого пола и личины, маски. Ну это бывает на карнавалах, там и других зрелищах, и в театрах, и так далее. Но это считается уже грехом. Потому что человек в своей сущности теряет, это уже близко вот к этому греху, смертному греху. Который у нас сейчас толерастая призывает нам прощать этот грех. Соблазна, собственно, наготов. Ну это вот какой... Это нарциссы. Они вот любуются на себя в зеркало. Какие они красавцы, и так далее. И все это приводит к нехорошим вещам. Тоже блуду в основном. Неотклонение себя в живых соблазнительных... А неотклонение от себя живых соблазнительных картин плотской похоти. Ну вот мы смотрим фильмы вот эти вот все. Развратные западные фильмы на эту тему. Интернет пола. Кстати, ну там надо защищать, защиту вводить специально, чтобы оградить себя от этого. Она через рекламу даже прет. Вот это все изобразительное искусство. Украшение дома, особенно опочивание с соблазнительными картинами и статуями. Там у нас сцены вакханалии, вакх там, с блудницами и так далее. Все в обнаженном виде. Аполлон, Ахаполлон, Аполлон и так далее. Все это, конечно, это идет у нас откуда? С эпохи возрождения, с 13 века уже это началось. Там же и развратились и все, и папы римские в то время, в эпоху разложения, то есть возрождение. А рожение похоти искусственным способом. Ну это те, у кого, как говорится, из-за зависти хотят тоже блудить, они упиваются вином или наркотиками, или вот стимулирующие препараты принимают, всякие виагры и так далее. Это все считается грехом распаления себя. Изысканная и нескромная одежда. Ну это сейчас у нас почти у всех, особенно летом. Мы ходим так, что не приведи Господь. Кстати говоря, вот некоторые представители культуры даже с молодых лет их приучают. Они в такой одежде выступают. Вот взять даже дети, пианистки, они выступают в платьях, типа маечки с юбкой. И голые руки, голые плечи, голая грудь, все это у них. И они выступают так, без рукавчиков. Ну там он внушает, что жарко там и так далее. Но дело не в этом, а дело в том, что это все неправильно. Какие-то рукавчики должны быть. Хотя бы из соображений вот этой вот скромности, чтобы не привлекать излишне внимания к своим достоинствам. Как говорится, не дразнить этих педофилов. Грехи телесного блуда. Это мы все смотрели, как вот духовно мы разлагаемся. Через вот эти картины, помыслы, картины и так далее. Через одежду нескромную и свои выступления, участие вот в этих карнавалах и гей-парадах и так далее. Грехи телесного. Вот скактание, щекотание, страстное осязание и лобызание. Вот стремимся кого-то там обнять в порыве. Может такой восторгом мы там обнимаем кого-нибудь. Это женские полы целуем и щекочем его за щечку. А это все нельзя. Искушение во сне. Вот нам когда снится. Мы переедим. Он говорит, что вечером уже после семи нельзя себя не кормить, не поить. А если ты накушался на ночь, то тебе обязательно что-то приснится. Такое, связанное с совокуплением противоположных полов. Это уже значит падение во сне, это тоже считается грех. А если тем более перед сном небо приснилось бы это, приснилось бы та, это уже совсем отпад. Возобновление в памяти сонного соблазна. Да, то есть тебе понравилось, что вот тебе некоторые говорят, вот мне инопланетянка приснилась. Я с этой собланетянкой, там это все, у нас любовь. И такие фантазии и так далее. И все это выкладывают в интернет у нас. Истечения. Ну вот в процессе вот этих снов-то и бывают вот эти вот истечения, которые оскверняют тело человека. Лишение себя невинности или целомудрия. Ну, оно, как говорится, это такое дешевое удовольствие получается от трения. Когда мы сотрем, соответственно, какие-то себе жеточки, жеточки или там эрогенные точки. И мы получаем от этого удовольствие дешевое. Но вредим своему духу и телу. Ну, в основном, конечно, вместе, в совокупности все. Нельзя сказать, что это такой, это распространенный среди обоих полов грех. И страдали этим грехом. И многие даже люди, которые считаются, в историю вошли. Вот ученые, например, Блес Паскаль и Ландау, вот такие вот академики. Блес Паскаль, Ландау и другие. Незаконная беременность. Ну, вот мы вне брака, девушка вне брака, зачинает ребенка. И вот это уже незаконный ребенок получается. А у нас вне брака сейчас сколько процентов рождается? Десятки процентов рождаются вне брака. Поэтому у нас такое неустойчивое поколение, это новое, вырастает оно. Что с ним получается? Сколько самоубийств среди детей? Обольщение невидного лица. Вот это уже человек становится дьяволом, обольстителем. Здесь уже, конечно, это грех смертный. Насильственное расстрение. То есть изнасилование. Это у нас каждый день и повсеместно. И во всех видах мы получаем сообщение об этом. Что детей крадут и убивают. Тот же вот насилует, убивает. Потом находят тела. А почему? Потому что вот ребенок вышел один без присмотра. Ну, хоть его 18 лет или там. Но все равно это ребенок. За каждым человеком нужно следить. Что он делает? Любодеяние, соединенное с насилием над другим лицом. Ну, это то же самое, в принципе. В Библии описано, была такая Матрона, это Сасана, Сусана. У нее там муж, двое детей, она образцовая жена. Ну, двое старичков, типа там монашков, монахов. На нее смотрели на нее, пробрались в ее сад. И захотели ее, с ней переспать. Эти два старичка-то. Прямо в саду. Ну, значит, она им, конечно, отказала. И позвала этих... Закричала. Сбежались люди. Ну, и два старичка-то ее обвинили в том, что она с ними переспала. Ее, конечно, там сразу, чуть там, что за это сразу, смертная казнь была. Побиение камнями. Ну, позвали на суд. А вот судья-то и старичков этих поразделя допросил. Говорит, ну, вот где там она с тобой-то была, под каким деревом? Или, может быть, там у беседки, или где-то там. Ну, и все они показали по-разному. Показания их... И поняли, что это старички-то просто поклепали. Вот это такое насилие, оно и духовное, и переходит на физическое потом. Особенно, ну, злоупотребление здесь касается злоупотребления своим служебным положением. Начальники часто это используют. Особенно сейчас, когда у нас мораль ослаблая, она сверху донизу. У нас президент неженатый, там это все депутаты. И артисту уже говорить нечего, что там это все... Сплошное... Жигурда сплошная кругом. И павликианство. От слова... Не от слова павликианства, Павел, а от слова художник Павленский. Вот такие дела. Под падение чему-либо насилию. Ну, вот, если вот берегут себя, но они, когда над ними насилие так попадают, они не сопротивляются до последнего. Они кричат, не орут и так далее. Надо кричать, орать. И всячески оказывают сопротивление. Деторострение. Вот призывают деторострение у нас, например, церковь православная вместе с кем? Герман Стерлигов такой. Он к чему призывает? Что в 14 лет уже девочки выдавали их уже замуж в 14 лет. Это и есть деторострение. У них еще организм не сформировался. Где-то, говорят, до 20 с чем-то лет организм. А раньше вот считалось, вот по этой книге-то где-то, если до 25 лет, то это уже плоховато считается. Хотя здесь тоже с 14 разрешается. И у нас считается совокупление с 14-летней, это считается нормально. Раз паспорт есть, значит это нормально, уже не привлекается. Вот это и есть деторострение, организованное свыше, с верхних эшелонов власти. Узаконенное деторострение. Представинской власти за это очень крепко судили. Потому что тогда пытались человека новый тип выковать, который не подвластен блуду, а подвластен здоровому образу жизни, физкультуре и спорту. Похищение из дома девы или замужней, а то и бегство для самой глусой похоти. Ну это вот обычаи там дальневосточные мы не будем рассматривать. То есть восточные обычаи эти. Это естественно грех. Но комедию мы не будем брать. Разврат. Ну разврат, то что называется? Кто согрешает блудом часто и с разными лицами, это называется развратом. Вот, пожалуйста, жигурдизм этот вот. Он же у нас сейчас повсеместно. Жигурдизм это разврат. Откровенный. Причем показываем по телевизору. То есть все это поощряется. Уголовно не наказывается. Хотя это уголовное преступление. Куда смотрит наша вот генеральша Поклонская, неизвестно. Вот развратом полна интернет, полна Москва. Это Содом. И из-за этого, из-за такого разврата примерно, и Содом и Гавор, это города были погибли. Ну, сводный брак в Расколе там раньше считался грехом. Ну, сейчас это, если, допустим, православный с Раскольником, то это ничего хорошего. А сейчас на это не обращать внимания. Гражданский брак устроен без церковного венчания или только одобрение такого брака. То есть, ну, ладно, подумаешь, там не венчанные живут. И Бог с ним. Хотя сейчас они и даже венчают этих гомосексуалистов, венчают само венчание. Сейчас ни крещение, ни венчание, оно смысла большого не имеет. Поскольку кто их совершает, если раньше, допустим, крещение Иоанн Креститель совершал, то сейчас совершают люди с сомнительной репутацией. Можно сказать, преступники. Падение в кумовстве или же в своей кресице, вообще в духовном росте. То есть, если там родители, крестные родители с крестом своим, или вот кто, свидетели между собой, свидетели, то это уже считается в духовном росте не должно быть падения. Кровосмешение. Ну, тут вообще это тоже Содом и Говоры. Это когда брат с сестрой, там, или двоюродный брат с двоюродной сестрой, даже троюродный с троюродной. И, допустим, сын со второй женой отца, а, может быть, некоторые даже с матерью. А это уже редкие случаи, но такие случаи бывают. Может быть, не в нашей стране, но в Африке-то, может быть, и сплошь. Почему Африка там плохо живет? Потому что вот эти все грехи там сплошь. Потому что там сожительство, допустим, отца с дочкой, это считается обычным делом. Как вот Ханга тут выступала как-то. Она пропагандирует это. По крайней мере, раньше пропагандировала, а потом покаялась. Ну, тут большая эпитемия за это. Меньше девяти лет эпитемии нет вообще за вот это дело. Примерно, то здесь наука-то, генетика-то пошла далеко. Она увидела в таких связях, рождаются какие дети? Дети-уроды. Далеко ходить не надо. Вот композитор и исполнитель, известный, Рахманинов. Он женился всего лишь у своей двоюродной сестры. Двоюродной сестре. И что из-за этого получилось? Вот у них и сын, и внук там инвалиды. Генетические инвалиды. Падение или постоянная связь с иноплеменным лицом. Ну, это у нас как с этого была такая студенческая какая-то фестиваль студентов со всех стран, чуть ли не в 56-м или в 58-м году, в 1956-58 году, фестиваль молодежи и студентов в Москве. Чуть ли не со ста с лишним стран съехались всякого цвета люди. И тут они все перемешались, как будто в борделе каком. И получились цветные всякие, разноперые, полосатые и так далее. Вот это, конечно, тоже генетически запрещено. Это и в Старом Завете написано, что межрасовое вот такое скрещивание, оно к хорошему не приводит. И вот тоже потомки этих скрещенных людей, они имеют большие отклонения. Ну, вот такое вот тут написано Малакия. Ну, Малакия это по-нашему просто, по-старинному Малакия, а по-нашему это рукоблудие. Согрешение, вот рукоблудие. О чём я говорил, вот эти паскали все, анании и так далее, и так далее. Вот это, они страдают все. Им уже противоположный пол не нужен. Они сами себя путём трения возбуждают и получают от этого удовольствие. Но из-за этого страдает тело. Человек тупеет памятью. То есть он уже становится на ребёнка своё посмотреть. И он, если он начал плохо учиться, плохо запоминает стихи, как это, травка зеленеет, солнышко блестит здесь. В интернете-то ребёнок не мог запомнить. И вот он ходит уже, теряет зрение, дрожит руки. Словом, всё, как пройдячьими, как зомби уже становится. Так же вот и все эти. А раньше у католиков считалось это. Ах, как же Бог говорит, это умерщеляем плоть. Мы не даём плоти распространиться на противоположный пол. Вот оно к чему приводит, что они сами себе оживают. Он блеск паскалю, он в молодом возрасте уже истощил все силы и помер от этой своей болезни. Муженеистовство. Ну это, как у нас сейчас попросту называют пидорастея или гомосексуализм. Почему? Нас призывает привыкнуть. Ну, привыкнуть к этому греху нельзя. Он же смертный грех этот считается вообще. Вот это тоже садомский грех. Так же, как и вот рукоблудие. Я про это не буду говорить. Это Милонов про это хорошо говорит и все другие прочие. Герман Стерликов и ознакомление невинного лица с рукоблудием и с мужеложеством. То есть, с пидорастей. Обычно через их парады, через вот эти вот друзья вот такие. Вот, давай, и никакой тебе бабы не надо. И они друг друга обучают. Так же девицы тоже. И, кроме того, сейчас же наука далеко пошла и техника. Секс-индрукция целая развелась, чтобы помочь этим людям совершать грех. Всякие разные игрушки сексуальные придумали, магазины открыли, секс-шопы. Пожалуйста, свободно продаются все приборы трения. Трибоника это. Вся продается на батарейках. Вот. Это считается уже, как говорится, и мало того, что сейчас уже придумали роботов, роботы под вид уже натуральный, с натуральной как бы кожей. И разговаривают они, и могут удовлетворять скотские потребности человека. Жена неистовства. Жена неистовства. Ну, это лесбиянство. Ну, лесбиянки сплошь у нас тоже были. При советской власти даже известные были такие лесбиянки, как... Кто там? Раневская. Да, вот Раневская известная лесбиянка. И так далее. Так же, как и мужеложники, это пидорасты среди артистов. Это даже там есть свой руководство в мировое. Всемирный конгресс этих пидорастов. И они уже политическую власть всю на Западе все захватили. Ну, и здесь тоже, уже почти, уже в Москве тоже. Скотонеистовство. Ну, это скотоложество называется. То есть, многие собак держат, ну, не многие, а вот многие из них, которые держат собак для цели удовлетворения своих скотских потребностей. Ну, кто на востоке овечки, у них там овечки. Вместо человечки там святой один египетский. Я же вам рассказывал, что... Как-то в лекции рассказывал, что... Святых какие бывают в Египте. Святым был, забыл его имя, но... Такой святой человек. Это он, он же святой. Все к нему ходят на поклонение. Там ручку ему целуют. А чем же он заменит? Да он же с девушками, не с детьми, не с девушками, не с женщинами вообще не касается. У него для этого вот ослица. Он с ослицей совокупляется. И это святой человек. Он никого не оскверняет, кроме ослица. Вот... А это смертный грех. А он считается святой. Ну, и таких святых у нас тоже полный пантеон. Если так подобрать, что это там они творили? Попущение близкому лицу согрешить блудом. Ну, вот... Это... Фараон, допустим, там... Сара понравился, и эту Сару к фараону направили. Ну, и фараон уже был и святой Сарой-то. Если Бог не остановил, то... А уже это так же... Вот так же продают вот они все. Среди евреев раньше было это распространено. Они подкладывали своих женщин к князьям всяким, царям и так далее, и так далее. Подкладывали. Вот они испортили тем самым там породу английских царей. У них вот гемофилия идет через женскую линию на мужскую. Это идет вот от этой связи. Межрасовая связь-то, потому что евреи относятся к семитским племенам, а саксонцы относились к племенам и афита. Или, как их называют, арийцы. Доставление у себя в домах убежища блуду. Ну, у нас, пожалуйста, полно Москва. Объявление. Пожалуйста, там это квартира на час, там на любое, насколько по часам сдается, по суточно, по часам. Вот надо вам там встретиться с кем-то своей, с подчиненным. Пожалуйста, заехал в квартиру, заплатил за два часа и там развлекается. Тайное сведение других для блуда. Ну, это вот мамочки, они, пожалуйста, или там сутенеры, вот они сводят этих людей, которым надо это, приспичило. Публичное содержание блудниц. Ну, некоторые держат их даже в домах, этих блудниц, вот у себя. И открыто, они у них гостей принимают, с родственниками встречаются и так далее. Вот о холостой жизни. Отговоры прямое препятствие другим вступить в брак. Ну, зачем ты там вступаешь в брак и так далее. Будь лучше свободный с нами, вот, или свободным, лучше с друзьями. Что ты там будешь с женой. Ну, с друзьями тебе лучше. Принамеренны вступить в брак от лагательства его. Ну, долго не решать на благо. Там же вот Маркс-то вспоминается. Про Марксона, 7 лет он тянул там, с этим, с браком они тянули. Всю переписку вели, эту любовную, страстную, о чём мы говорили, что это делать нельзя. Только вводили друг друга в грех своей перепиской. Вот, вот откладывал, откладывал, через 7 лет, и что из-за этого получилось. Все дети почти покончили жизнь самоубийством. Выбор себе невесты за одну красоту или богатство. Ну, это вот за красоту, да, вот это выбирают чаще. А за богатство, да, вот кто проигрывает своё состояние, выбирает некрасивую, но богатую невесту. Так вот, например, вот у Льва Николаевича Толстого, вот все же предки они же, и дедушка, и прадедушка, они любили проигрывать состояние своё в карты. Проигрываясь в мух и прах. Но спасало их, вот женитьбом, богатых, таких старых девах, у которых было богатство. В частности, вот отец, отец у Льва Николаевича, Николай-то, он тоже всё спустил, был офицером, полковником, всё своё состояние спустил. Ну, и женился вот на которой уже старая дева, старше его, и, ну, очень богатая вот эта Волконская княгиня. Вот, тем самым спасли. Да и сам Льв Николаевич, он в молодости, он же тоже в карты играл, особенно когда вот был в офицерах на Кавказе там, и до этого он тоже проиграл всё своё имущество, всё своё состояние. Проиграл. А потом что? Потом он женился на богатой вот этой Берс, на Марио Андреевне, или там, да, Андреевне, на Софье Андреевне. Вот, значит, Софья Андреевна это поправила его положение, и в результате он выкупил вот это своё имение, ясную поляну, где он родился. Ну, дальше он, конечно, за счёт своих трудов, вот этих упорных писаний он заработал, потому что тогда платили хорошо. За каждый лист там что-то, 20 рублей серебром, но это очень большие деньги по тем временам. Если лапти, можно за 10 копеек было купить лапти, а корову, допустим, там рубля за 3 простых бумажных, а это серебро, это дороже. Вот так что он отбил себе вот эти проигрыши и плюс тем мрачительным хозяйством, которые его управляющие, в других имениях управляющие, а здесь в Ясной Поляне Софья Андреевна в команду. Он был подковолочник, Лев Николаевич, 100%, несмотря на свой грозный вид. Вот так, чтобы выбор невесток никуда не деться, вот они спаслись только за счёт этого. Вот такой грех. Ещё, брак без участия родителей и без совета старших. Или прямо против благословения родителей. От родителей против, а мы всё равно. Это многие так вот этим страдают. Но это грех. Брак раньше, а то и после узаконенных лет. И неравный по летам. Это неравный брак, картина, помните? И этот неравный брак описан. То есть Анна Каренина тоже описан. Как там вопросы развиваются при этом неравном браке. В романе Льва Толстого. По Анне Каренина. Искание брака в близком родстве. Ну это значит, какие-то близкие родственники, мы двоюродные тоже ищем, чтобы сохранить. Ну это египетская мата. В близком родстве все вот эти, почему они выродили все эти проклятые короли, это они вступали в брак со своими двоюродными и так далее, и так далее. И даже вот Николай Второй, она ему была уже какая-то троюродная. И отсюда и демофилик получился сын Алексея. И так же вот у них идут эти отклонения из-за того, что вот такой получается близкородственная связь. И кстати у нас в России, в деревнях такое было, поскольку все были там, они завязаны в этом, в общине-то. И в основном были все одни, одной даже фамилией, все люди-то. Вот идет деревня, все Барановы или все Петровы, допустим, все Ивановы. Вот целыми деревнями, и соседние деревни тоже там одни, Барановы и Ивановы. И вот они между собой, и уже получается, вот того от другого, там какие-то отклонения в природах появляются, а потом вот лечат их. И сейчас это до сих пор оно в таких глухих в наших местах, в Ярославской, Вологодской области, на севере и так далее, все это видно. Вольное обращение между собой жениха и невесты в супружестве и супружеские отношения, прежде венца. Ну то есть они еще не женились, а уже тренируются, уже спят вместе. Это грех. Суета, тем более, всегда можно туда переменить эту обстановку-то и бросить друг другу. Суета и рассеянность перед браком. Ну, перед браком там они, да, не могут понять, надо им это или не надо. В основном теряют свободу, все считают, что теряют свободу. Ни пощение до венца, ни благоговение во время самого венчания. Ну, вроде венчание смотрим, как необходимость такую, чтобы получить свидетельство. Венчание и в церкви, чтобы батюшка претензий потом не имел. При помазании или там при причастии. Допущение быть на брачном вечере неприличным увеселением и безобразной нетрезвости. Ну, это часто бывает, пьянство там на этих свадьбах, вплоть до драки. И невесту там это, что-то с невестой делается неприличное. Гнушение браком, как в чем-то нечистом. Ну, это характерно для гомосексуалистов, они это не признают, это женщинами. Для них это женщины, это нечистое существо. Холодность супружеской жизни. Вот холодность супружеской жизни или же любовь только кратковременная по одному животному возбуждению. Ну, вот женятся там, пока вот эта страсть горит и у них связь есть. Дальше они друг друга начинают ненавидеть, когда охладевает вот эта животная страсть. А дальше они, духовно они между собой не связаны, ни общих интересов никаких нету. Или наоборот, какими-то хозяйствами вообще не ведут, то здесь сложности. Неумеренность в супружеском луже. Ну, это бывает, да. Потому что они перебарщивают с этим делом. Так что одному из супругов это все надоедает. И тут скандалы. И отклонение в здоровье. Невоздержание от супружеского ложа в Великий пост. Ну, Великий пост это все. То-то, да. Если зачатый человек в Великий пост, уже он получается нехороший человек. Это на детях сказывается. Ну, статистически исследовано. В Великий пост зачинать детей нельзя. Прелюбодеяние. Ну, кто не прелюбуй, сотвори, как говорится. Прелюбодеяние судит Бог об этом. Что такое прелюбодеяние? Ну, вот если, допустим, женатый человек или замужняя женщина находит себе на стороне, там, другу, подружку. И вот они с ним прелюбодействуют. Ну, а апостолу Павлу написано так, что всякий разводящийся даже он толкает жену на прелюбодеяние. То есть она вынуждена заниматься прелюбодеянием вне брака. А сам он прелюбодействует. Также всякий женящийся, на разведённый. Если он женится, а она была разведённой. Это тоже считается прелюбодейством. А у нас сплошняком. Ну, взять это. Секретарь Путина кто-то, Песков, Песков, женился на космонавке на этой. Она космонавка, то у неё был муж, и ребёнок был. И он сам был женатый. У него тоже там двое детей. Вот это чистое прелюбодеяние. Тут никакого брака быть не может. Это чистая какая-то вот прелюбодействия. Ничего хорошего из этого нет. А сплошняком у нас такое сверху идёт. По два, по три брака. А это вот сколько у нас артисты, табаков-то. Вот в табаке у него. Сколько раз они жили. Среди артистов сплошняком. Ну, взять вот эту вот Пугачёву. 15-го числа родилась, которая на сколько раз там она педофилией-то занималась. Взаимное увольнение супругов для свободной жизни с другим. Вот то есть свободная жизнь, как раньше вот генерал, допустим, женится. У него жена молодая, а потом она ему надоедает, он ещё моложе находит. И говорит, да давай гуляй там. Или как вот это вот бедный этот несчастный, опять же привожу пример, Льва Николаевича Толстого, который сирота. С двух лет у него мама померла. Девять лет было у него папа. То ли отравили, то ли удар ему хватил. На дороге помер в пути. И вот этот сирота по тётям воспитывался. Сначала хорошая тётя, потом дали тёте. И у этой тёти второй была мечта. Как бы тебе, говорит, Лёвушка, найти женатую, замужнюю женщину. Чтобы она тебя опекала. И как бы мама тебе была, и в то же время тебя тренировала в этом деле. Но, видимо, находили его. Он там по балам, по этим скитался в начале жизни своей по полной программе. И потом такой список создал, что сколько у него было этих всяких этих, что Софья это Андреевна бедная, и потом плакала горючими слезами, когда она случайно нашла этот список его побед. И вот, то есть, раньше это практиковалось, вот это дело, среди вот высшего общества. И жили люди, именно вот с женатыми стремились, даже цари, вот они замужних женщин приглашали к себе. Потому что раньше же уже знали, что если случайно такие, или они очень молодых соблаздели, чтобы не было болезней. Боялись венерических болезней, которые тогда косили всех подряд. Ну, помним, Иван Грозный вот употреблял свинец от своей сифилической болезни. Он употреблял свинец, а этот свинец сказывался на его голове. То есть, мозги у него с перекосом пошли. Вот такие дела. И поэтому вот они с замужними друг друга, один с одной женой, другой с его. Это и менялись жены, менялись мужьями. Вступление в брак из-за живой жены или из-за живого мужа. Ну, это двоеженство, троеженство и так далее. Таких сейчас много. Нисхождение к недостаткам другого друг друга. Ниснисхождение. И не старание взаимного исправления этих недостатков. То есть, когда вместе живешь, то друг другу указывают на недостатки, надо исправлять. А недостатков у нас много. Вот мы и раньше их перечисляли, сейчас вот перечисляем. Кстати, Лев Толстой потом исправился, он перестал и начал за высокую нравственность родить. Что семья это все, это вот остальное все блуд и недостатки. Он это обличал потом, в свою прежнюю жизнь. И стремился к самосовершенствованию. Вот чтобы был идеализм. Потому что сам человек сам-то ничего не может сделать. Что такое человек? Это дыхание в его назрях и только, как написано в псалмах. В псалмах Давида. А значит, надо всегда призывать какую-то высшую силу для того, чтобы она тебя немножко приподняла из этого болота грехов, в котором мы сидим. Разглашение перед другими своим супружеских несогласий. Ну, это часто вот жены бывают, соседки, подруги. Вот мой-то сегодня пришел там пьяный, там ругался. Я его ругала, сковородкой огрела. Ну, вот и пошел на работу, жрать не стал. И все такое. Вот такие все разговоры про мужа. Это с соседкой и с подружкой все это обсуждают. Обсуждают на кухнях. Это все нельзя, конечно. Ссоры с избы. Открытие в супружеских тайнах родительского дома. В супружеских тайнах родительского дома. Или же только из прежней своей жизни. Ага, то есть ты в супружеских, вот как Лев Николаевич, мы не должны поступать. Он Софье Андреевне свой дневничок дал, где у него в дневничке написано было, что у него вот и детки там есть, и с крестьянкой он это все. Из-за чего она плакала. Это делать было нельзя. Это, как говорится, грех. Ты ее тем самым ставишь в положение, в очень плохое положение. Уже с самого начала. И кроме того, значит, тайна родительского дома открываешь жене. Что там вот проблемы были там у отца, у матери, у дедушки, бабушки там, то да сё. Но все эти тайны раскрывать нельзя. Мало ли, что там, это уже другая жизнь. Оставление женой мужа или наоборот мужем своей жены во время болезни. И в несчастном, и в несчастье каком. Ну, это часто бывает, вот, даже вот в этом веке, в 21 веке это распространено. Человек заболел, он уже никому не нужен. Даже его, не только его и близкие оставляют. Неуважение и невспоможение женинам родственникам и наоборот. То есть, вот, свекровь там и так далее. Должны друг друга уважать и друг другу помогать. Не старай, не привлечь к православию неправославную свою чету. Ну, женился, допустим, на татарке, а она мусульманка. Ты её преврати в крестьянку. Постарайся. Или она, допустим, вообще неверующая. Надо крестить свою половину. Не заботливаясь о взаимном спасении души и не моления на сей раз друг о друге. То есть, мы не обращаемся к Всевышнему-то, чтобы исправиться. Чтобы в семье было благополучие. Мы не знаем о молитве, какие святые отвечают за благополучие в семье. Вот, что есть такие вот, горе и саму Навив, которые помогают и многие другие, Никола Угодник, которые могут, это те, как говорится, слова, которые соединяют нас со Спасительным Всевышним. Как номер телефона. Обратился, набрал номер телефона спасения там, 112. Тебе приехали спасать. Ну, спасут, не спасут, неизвестно. Пока они приедут, ты уже обращаешься сразу по прямому проводу. На воде Николай Угодник спаси. В семье там раз придёт, скандал, горе и саму Навив, всё успокаивается. То есть, это быстрее, чем скорая помощь приходит. Супружеская вражда из-за религиозного направления. Ну, тут мы уже дерёмся, вот ты мусульманка, я христианин. Или наоборот. Или, допустим, старообрядка она, а ты православный, она двумя перстами, ты тремя перстами. И вот она тебе двумя перстами лупит по башке, а ты её тремя перстами. Вот. Попрёки неплодственного супружества. Ну, жена не рожает. Сейчас это распространённо. И идут на искусственное осеменение, на всякие подставные. Не рожает, скажем, Пугачёв. Вот она даёт там свою какую-то клетку. И это даёт, а вынашивает кто-то там, божья коровка какая-то вынашивает для них. Вот они сейчас радуются. Что это вроде как бы они родили-то. Ну, там это сплошной обман. Отношение мужа к жене. Непротивление и суетности жены, и угождение ей даже на обожание. Ну, это подкаблучники они так все. Вот, например, большой у нас Лев Николаевич подкаблучник был. Жену свою обожал. Но под конец жизни, конечно, он с ней резко разошёлся. Ну, ему надоело 50 лет в Ясной Поляне всё. Захотелось бы оторваться, как говорится, от этого всего. Тем более там всё время ходит народ, просит, дай на лапки, дай на то, дай на лекарства, дай на больницу. Ему это всё надоело. И вот в рваны хотел в Болгарию. А там тепло и яблоки. Презрительное обращение с женой. Ну, это вот как Иосиф Фисарионович, далеко ходить не надо. Он, аллилуйя, его до самоубийства довёл очень легко. Хотя он её любил. Но он презрительно к ней обращался. Он, во-первых, её совратил. То она молодая, ей ещё 15 лет, по-моему, не было. А ему уже было уююю. А поскольку она же неопытная, и всё, она как вот на заклоне с ним, к нему шла. Хотя его ненавидела. Непропитание жены с оставлением на её опеку и детей. А почему она его ненавидела, Сталина? Потому что он гулял. Он уже везде со всеми артистками, с этими лепешинскими, он всё прошёл. Это всё, весь Большой театр и весь кинотеатр прошёл. Непропитание жены и оставление на её опеку детей. Ну, это алименщики. Вон, полно этих алименщиков. Отношение жены к мужу. Нарушение заповеди. Жена своим телом не владеет, но муж. Ну, это здесь вот согласиться тяжело, потому что, мол, жена хочешь, не хочешь, а, как говорится, мужу ублажай. А у неё, может быть, там нету расположения, у неё другой настрой в голове сейчас, другие мысли ходят. А вот вынь да положь, мужу надо, всё, подчиняйся. Вот из-за этого напряг в семьях может происходить. Не состыковка в этих лунных циклах. Поэтому там и в восточных календарях было предусмотрено, допустим, допустим, кто ждён в год козы, не должен с этим, который в год тигра и так далее. Сочетания, там пара сочетаний подбирались для взаимной супружеской жизни, чтобы фазы эти совпадали, сексуальные фазы. А часто они не совпадают, но по этому закону жена всё равно должна подчиняться. То есть православие, оно эти фазы не учитывает. Более грубо подходит к вопросу, исходя из более подчинённого, из неравенства между мужчиной и женщиной. Здесь отклонения не явны. Искание и достижение господства над мужем и во всём доме. Ну, это Софья Андреевна, она и жила в муж, что сбежала от неё под конец, потому что она командирша, она всем командовала у Льва Николаевича. И так же вот, в принципе, все жёны-то воскопоставлены хотели. Это они ими руководили. Почему Сталин всех жён всех арестовал? У Молотов он жемчужину эту арестовал. У некоторых даже, у Паскрёбуш, он же вообще жену расстрелял. За нескромное поведение. А они, вот эти жёны, они до того же обнаглели, они министерские посты в себе, заняли министерские посты, нисколько не способные руководить, они занимали важные правительственные посты, эти жёны. Вот он их всех почистил, поэтому выиграл войну. Усиление каждый раз раздора с мужем. Ну, это пошла коса на камень и так далее, и так далее. Кончается всё вплоть до смертных случаев. Без участия и несочувствия к трудам мужа. Ну, наплевать-то там это, что ты там творишь, мне не касается, лишь бы деньги приносил. Вот и всё. Траты во времене не мужу. Вот норковую шубу хочу и всё. Автомобиль такой вот хочу, вот, Lexus, и не ниже. Ну, сейчас, пожалуйста, покажи, батюшка ездит на Mercedes не ниже 600-го. И лексусы у них, это жёны дарят там на день рождения эти лексусы. Подарки дарят, это решимость на жизнь мужа. Ну, это, как говорится, даже взять вот этих великих людей, они... Надежда Константиновна, она, это, Сталину давала задание отравить товарища Ленина. Ну, она отравлениями занимался. Потом, в конце концов, саму Крупскую-то отравили этим тортом-то. К 70-летию тортика ей принесли. Через три дня она скончалась в жутких болях. То есть, какой-то ей дали крысиный порошок туда, и яду какого-то подлили. Ну, там это и Берий занимался отравлениями, это было сплошняком. Это политическое такое дело-то. И вот решилась она на это. Чего там мучиться этого Ильича? Надо его травануть, и всё. Может, они так его раньше времени затравили. Хотя у него особой такой болезни не было. Ему надо просто... Был этот осколок удалить из головы, но этот осколок давил у него. И раздражаться ему нельзя. Газета ему нельзя была. Она ему подсовывала газеты и держала его в курсе дела до последнего. Тем самым она его губила. Крупская она губила своего мужа. Там был такой вот треугольник, как сейчас разбирают. Магический треугольник. Крупская, Сталины. Относительно вдовцов и вдовиц. Через мильной печали о чете или, напротив, забвения. Ну, то есть, некоторые печалуются или, наоборот, забывают. Это понятно. Неусердно упомянуть за упокой чету. То есть, не ходят они и не поминают, и ничего. Это грех. Неусиление в себе духа веры и молитвы, особенно свойственных вдовам. То есть, дух молитвы должен быть. Ну, как бы, должны к монахам приближаться. Превдовстве, наряды, роскошь и хождение на мирские веселения. Решимость на второй или на третий брак. Это тоже уже грех. Если жену не смог, то сиди уже вдовцом. А у нас тут, пожалуйста, при живых жёнах на других женятся. Попрёки при новом браке счастьем прежнего. Ну, вот, значит, выходит она замуж. Мужа похоронила, выходит замуж. Муж её второй не устраивает. Она, вот у меня-то был Ваня, это он такой хороший, он деловой, он такой рукастый, он всё мог делать. А у тебя руки из жопы растут. То есть, ты рукожопой у меня. Вот так вот попрекать второго мужа. Это тоже грех, конечно. Раз уж вышел замуж, только и терпи, конечно, лучшего-то не будет во втором браке-то, поэтому и запрещают. А соблазнах. Дерзкая или только беспечная открытость своего греха. Ну, это молодёжь, она что... Вот я вчера с этой, вот как хорошо-то. Ну, прекрасно мы всё так погуляли, выпили, покувыркались там. Это как Николай Второй пишет в дневнике. Была Кшесинская, и так хорошо кувыркались мы с ней. В дневнике запись пишет. Юноша, да? Кшесинская кувыркался, и вот он радуется об этом. Всем докладывает. А потом брат его с ней кувыркается. И так вот. А это сейчас вот Поклонская говорит, нельзя про это говорить. Как же, он же канонезерно светлый. Так вот, как раз мы и должны понять, кто такой святой, или, может быть, он как египетский у нас будет святой. Помните, я вам только сейчас рассказывал, что он только со слицами, это уже святой. А вот он, Николай Второй, почему святой? Потому что он самый Кшесинский. Как же? Он уже святой. Всё. Так. Это хвастовство детское. Издание распространения соблазительных сочинений, картин или изображений. Ну, у нас это сплошненько, особенно в интернете сейчас это распространено. Знакомство с людьми, имеющими какой-то особый порок или вообще порочной жизни. То есть, с кем поведёшься, от того и наберёшься. Это русская народная пословица. А нам здесь нужно очень тщательно выбирать друзей и близко к себе не подпускать при любом намёке на какое-то отклонение. Вот такое. Порочное. Скорое чувство соблазна на ближнего и даже только притворный соблазн. Ну, может, даже вот соблазняют специально там девушки своих начальников, может, из притворства, ну, чтобы побольше заплатил денег или там что-то себе выклинчить от него. Не отказ себе в чём-либо позволительном, но соблазняющем или смущающем другого. А, то есть, что-то даже вот позволительное. Отец тебя соблазняет ближнего твоего. И это нельзя делать. Допустим, если, как говорится, пища соблазняет брата твоего, то лучше от неё отказаться. При холостой или вдове жизни зажительство в доме с лицом противоположного пола, хотя бы и без преступной цели. То есть, вот холостой-то у тебя комната свободная, взял молодую девчонку, туда поселил. И с ней живёшь, она тебя радует, веселит. Может быть, даже и без злого умысла, просто она тебе в магазин ходит. Всё равно это уже грех. Удержание себя от порочных дел по одному лишь опасению людского соблазна. То есть, люди узнают, мол, и вот это хорошо бы вот так вот это с соседкой, но вдруг другие соседи узнают. Ты уже приложился, что тебе хорошо бы с соседкой, но ты удерживаешь себя только тем, чтобы другие об этом узнают. То есть, это тоже грех, уже ты приложился к нему. А всякий, говорит, взирающий на женщину соблазном, он уже любодействует в сердце своём с ней. Уже ранее пролюбодействовал с ней в сердце своём. То есть, он уже совершил падение в сердце. Офлагательство самых добрых дел из опасений соблазнить ими других или звенение кого-то в соблазн по поводу этих дел. В общем, это касается старинного такого завета. Сейчас это было нераспространённый случай, поэтому мы его не касаемся. Вот я только перечислил, вот эти 200 страниц пролеснул. Ну, сошлюсь, и вы подробно прочитаете. Но даже перечисление и то, оно практически убивает. Оно говорит о том, что весь мир, что ли, погряз. Мы видим вот то, что считается здесь грехом, у нас это пропагандируется через все СМИ, все масс-медиа. Оно как будто посвящённо только этому. И при этом сейчас ещё поощряется вот это деторождение. О, там подвесили морковку 400 с чем-то тысяч при двух детях там и так далее, материнский капитал этот. Если двух детей. А зачем они нужны-то, люди-то? Всё равно же мы их кидаем куда? На убой туда, в этот Донбасс, в Сирию, в эти другие страны, в Африку, в местные такие межконфликты, внутренние конфликты. То есть создаётся впечатление, что нам люди нужны кому? Чтобы рождались они на что? На органы, на войну вот эту. Потом ещё, ну, как шахматные фигуры для каких-то крупных игроков, которым без фигур-то шахматную игру-то не поставишь. Поэтому вот давайте рожайтесь, размножайтесь опять, а потом куда их девать? На убой. А чтобы рожали, значит, надо людей соблазнить на это, на контакты, на вот эти. Поэтому и вводится вот этот блуд повсеместный, идёт в СМИ, разжигает страсти, неизменные страсти. Вот, как даже в радио Афеи-то они всё время повторяют. Город, город страстный, город живой, город страстный. Вот и музыка соответствующая. И по всем каналам так. Вот этого надо опасаться. А держаться чего надо? Держаться надо истиной, правды истиной, как Лев Толстой нас учил, Лев Николаевич. Есть учение правильное, потому что правда и истина. Только он его искал, эту правду и истину, это потом мы про родословие Толстого расскажем, потому что скоро приближается 190 лет со дня его рождения. Он родился в 1828 году. В следующем году будет 190 лет, получается. Вот к этому мы рассмотрим, потому что вопрос очень важный. Вот этот вот сирота, он повлиял очень сильно на русскую революцию, на... вплоть до терроризма. Он, кстати, терроризм приветствовал. И считал, что вот этот терроризм и так далее, он неизбежен, то есть нужен для поднятия вот этой революционной войны. Вот. Но революцию он видел через крестьянство. Он считал вот это здоровой крестьянской жизнью. Но когда он в неё вот так окунулся сам, вот за эти 50 лет, он понял, что это не то, что в таких вот условиях, в суровых условиях российских, здесь и сельским хозяйством-то толком заняться нельзя. Поэтому он уже под старость лет рванул из семьи и рванул куда? В Болгарию, где теплее, где яблоки. Вот таким образом мы рассмотрели эту заповедь. Следующий заповедь будет, наверное, не украде, что-то там, если не при любом собрать. Ну, посмотрим дальше. Всего доброго, здоровья Вам, успехов. На сегодня мы закончили нашу лекцию.